Всем привет The Brash Семерочка. Погнали дальше делать вайли. В начале видео я выложил именно картинки, мраморные статуи древности, которые сделаны очень качественно. Там присутствуют складки, волосы, вы видели, как сделаны, сеть и так далее. Это вот всё, что раньше делалось, это не может быть сделано вручную однозначно, потому что сам занимаюсь скульптурой и могу понять, что сложность в той или иной мере связана с какой-нибудь деталью. Особенно если это формовка, и чтобы снять деталь, более-менее сделанную качественно, с какими-нибудь углублениями, это очень проблематично бывает. Поэтому раньше эти статуи, я так думаю, что делали каким-то другим способом. Это, наверное, были лазерные технологии или, возможно, какой-то материал, делали формы, в которые отливали тоже с помощью каких-то других технологий. Я даже не знаю, в какой мере, но это что-то связано, опять же, с компьютером, опять же, с какими-то, наверное, программами, на которых моделировалось всё это. И то, что сейчас мы имеем, вот The Brush, 3D Max, Blender, многие другие программы, возможно, в какой-то иной мере были и в те времена. Потому что сделать такие объёмы скульптурных работ, здания отделать, резко мрамора, это просто нереально вручную, какими-то палками-копалками и так далее. Опять же, мрамор не терпит ударов. Если кто-то где-то высекал там в камне какую-то часть, вы видите, что слишком качественно, всегда будет казус и отскочит тот кусочек, который не должен, казалось бы, отскочить. Вы также аккуратно же его бьёте. Ну, вот такая вот система. Поэтому изучайте... Я к чему это? Изучайте 3D, это будущее следующего мира. Всё вернётся, всё будет, я так думаю, опять на высоком уровне вернутся какие-то технологии, станки. И на данном моменте вот эти вот программы будут ещё совершенней. Будут они применяться именно на заводах каких-то, в каком уж это виде всё будет. Ну, кто-то увидит. Так что будущее за 3D. Даже потом, говорят, будет уже и 4D и 5D. Ну, это уже посмотрим, поглядим. Всё, погнали доделывать валли. В прошлом ролике у нас получились вот такие вот катки. Не знаю, кто-то делал их, пробовал. Ну, может в будущем попробуйте. Если заняты каким-то другим делом. Так, теперь сделаем тело. Тело будем делать так. Заходим в Subtools. Заходим в Wapend. И будем опять же пробовать куб примитив. Переключаемся на него. Вот так всё это выглядит. И его надо чуть-чуть увеличить. Size. Вот таким вот образом. Даже, наверное, давайте катки я уменьшу. По размеру. Чтобы они были чуть-чуть поменьше. И теперь переключимся на куб. И включим опять же его размер. Вот таким делом. С помощью MOV подставляем. Так, теперь опять же пройдёмся по каткам. Всё это дело сразу подгоним. Маскируем один каток. По-моему, вот этот. И с помощью MOV вот так всё это дело устанавливаем. Снимаем маску и Merchdown в геометрии. Modify the policy mirror and valve. Не этот каток. Маскируем другой. С помощью ротации перетаскиваем. С помощью MOV отводим. Чуть-чуть вот так вот подгоняем по высоте. Ну и теперь маску снимаем и Merchdown M12. Так, вот он наш Валли будущий. Так, поработаем с кубом. Нужно сделать ему первое что. Это Dynamesh. Делаю Dynamesh. Делаю Dynamesh. И будем делать здесь вот по-простенькому опять же. Это раз треки простенькие, то будем делать Валли попроще. Если пользоваться прошлым видео, где Т-34 я делал треки на Т-34, то там уже Валли, конечно, должен быть посерьезней. Так, делаем вот такую штуку. Маскируем. Теперь Ctrl-Alt. И вот это дело давайте все уведем вглубь с помощью MOV. Так, вот так вот и посередине. Так, Ctrl-Z. Жмем Ctrl-I. И вот так все это дело уводим вглубь. Вот такая штука получается. Следом делаем опять маску. И вот так вот выравниваем. Вот так вот. И опять же повторяем ту же комбинацию, только теперь зеркально. Опять Ctrl-Alt. Так, Ctrl-Z. Много взял. Ctrl-Alt. Ну и опять же попробуем, вытягиваем Ctrl-I. Ctrl-I. И с помощью MOV вот это все дело вот так вот вытягиваем. Снимаем маску. И вот опять же Modify Topology Mirror Envelope. Все классно, все хорошо. Так, следом приблизим немножко. Нужно здесь вот так вот сделать мал-мал-мал окошко. Даже, наверное, вот здесь вот сделаем панель. Мал-мал-мал окошко. Вот так вот. Вот таким вот образом. У него же должен быть компьютер. Опять же делаю все, как говорится, по памяти от балды. И если будете уже привязываться точно к каким-то деталям, то уже тогда старайтесь сделать уже приближенную версию. Так вот. Так вот. Ну и добавим еще какую-нибудь панельку. Вот здесь вот так вот. Вот так вот вытягиваем. Пробелом подносим, делим. Вот так вот пополам. Отмечаем. И теперь Ctrl-Alt. Ctrl-Alt. Ctrl-I. И вот эту панель тоже, наверное, вперед выведем, чтобы она симпатична была. Опять же, можно как вытягивать и в Shift зажимать, чтобы мягче все это дело было. Так, вот такой вид у нашего вайли. Теперь давайте куб подгоним, и будет все классно. Вот так вот. Вот так вот где-то установим. Чуть-чуть пониже даже. Вот так. Добавим теперь, давайте, заднюю панель. Даже не панель, а вот эту вот часть. Сейчас я вам покажу, как будем делать. Добавляем Append, добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Опять же, делаем ему геометрии Zaras Dynamesh. Смотрим сетку, все нормально. Ну, и вот так вот перекрутим. Задние тут тоже пусть вот эти остаются. И теперь с помощью ротации, вот так все это дело, повернем. Все это выровним. С помощью MOV подгоним вот сюда, вот так вот. Вот, вот так вот будет все это выглядеть. Так, и немножко все это дело, немножко надо сплюснуть. Вот таким вот образом. И теперь в SIZ зайдем, и немножко все это дело покрутим, повертим. Вот так уменьшим. И немножко надо растянуть. Вот так вот. И теперь с помощью MOV немножко приподнять. вот таким вот образом. И теперь CTRL-SHIFT, ставим Trim Rect, и все это дело вот так вот обрезаем. И с помощью MOV немножко выдаем вперед. Вот так вот. Здесь у него будет воздуходув. Тут можно сетку какую-то добавить. Ну, принцип вот так вот где-то. Как сделать глаза в Валле? Погнали. Эти отключим. Переключимся на какой-нибудь SubTool. И давайте UPPENT. Так, вот так все сделаем. Открываем UPPENT. Открываем UPPENT. Включаем цилиндр. Переключаемся на него. Выравниваем. И с помощью MOV. Пардон. И с помощью ротации вот так все это дело перекрутим. С помощью MOV поднимем кверху. Вот так вот. Чуть-чуть уведем вбок. Все. Первая часть у нас есть. Делаем всему этому сразу DYNAMESH. Ставим поле F. Делаем DYNAMESH. И теперь немножко поработаем с SIZEM. Так. Немножко сплю с ним. И немножко, наверное, уменьшим. Так, первая заготовка есть. Следом заходим в SubTools. Открываем UPPENT. Открываем CUB. Переключаемся на CUB. Опять же с помощью MOV все это дело поднимаем. Делаем DYNAMESH. И в SIZEM вот это все дело уплотняем. Потоньше можно сделать. И вот так вот все это дело расширим и сделаем побольше. Вот так вот. Теперь все это дело с помощью MOV отрегулируем. Вот таким вот образом. Смотрим, что да как. С помощью MOV опять же все это дело устанавливаем по середине цилиндра. Вот так вот. Ну и можно немножко все это дело увести. Вот так. Теперь все это дело в SubTools объединяем с помощью MERCEDOWN. ОК. Делаем одну полигруппу. Ну и давайте теперь с этим делом поработаем. Ставим ротацию. Немножко вот так вот перекручиваем. Вот так. Отключаем. Теперь пробел. Ctrl-Shift. Открываем Clip Circle. И вот так все это дело постараемся красиво обрезать. Где-то, ну, наверное, вот так вот. Теперь с помощью ротации все это выравниваем. С помощью MOV чуть-чуть вот так все это дело подгоняем. Немножко вот так устанавливаем. Переключаемся на Trim Circle. И вот так все делаем обрезку. В принципе, неплохо. В принципе, пойдет. И с помощью MOV вот так вот все это дело установим. Делаем Ctrl-W. И теперь делаем всему этому опять Dynamesh. Геометрия Dynamesh. Отключаем поле F. И поработаем обрезкой теперь по бокам. Trim Rect. И вот так все это дело обрежем. Опять же, одна полигруппа Ctrl-W и Dynamesh. Добавим Ctrl-W полигонов, чтобы лучше это все дело в качестве не было. Можем удалить сразу. И делаем всему этому делу дубликат. Поле F можно отключить. Включаем прозрачность. Вот так вот устанавливаем лицевую часть. И с помощью Size немножко все это дело уменьшим. Вот так. С помощью MOV немножко вот так вот уведем. и вот так чуть-чуть подкорректируем. Что-то в этом духе. Теперь с помощью MOV выведем вперед. Вот такая будет деталь. Теперь поставим вот эту часть вниз. Ставим ее на вычитание. Переключаемся на верхнюю... на верхний Subtool. И делаем всему этому Merchdown. Окей. Снимаем выделение Ctrl-W и левая кнопка мыши. Все, заготовка получилась. Зайдем теперь в геометрии. И сделаем ее толще. Вот так вот. Смотрим, что там да как. Жмем Ctrl-Z опять же. Если что-то не так. И вот так вот сделаем маской. И вот теперь можно вытянуть. Снимаем маску. Вставим цилиндр. Insert Cylinder. Жмем Alt. И вот так все это дело вытягиваем. С помощью MOV опять же регулируем. И два раза снимаем выделение. Все. Наметка на глаз уже есть. Следом можно добавить сюда какой-нибудь примитив и обрезать. Или работать маской. Только круглой. Вот так вот. Делаем чуть-чуть ровнее. Более изящно. Теперь Ctrl-I. Заднюю часть можно опять же замаскировать. И с помощью MOV все это дело вытягиваем. Ctrl-Z используя даже Shift. Снимаем маску. И заходим в деформацию. И жмем Polish. Вот такой прикольный глаз получился. Ну вот так вот по-быстренькому. Вот так вот получается глаз. Конечно глаз можно еще сделать по-другому. Сделать тут как фару. Уже с примитива. Уже не делать вот эти углубления. Ну в принципе смотрите за глубиной. За внешним видом. Следом добавляем опять же наверное цилиндр. Или даже можно добавить. Давайте цилиндр добавим. На него переключимся. И с помощью MOV вот сюда это дело все подведем. Опять же в геометре все это дело уменьшим. И с помощью ротации можно это все перевернуть. Теперь с помощью MOV сюда вот ее подставляем. Делаем всему этому опять же DYNAMESH. И посмотрим что да как. Теперь делаем обрезку вот так вот. Обрезку делаем вот так вот. Немножко обрезаем поверху. Ну и теперь поставим наверное вот этот кругляш. и обрежем вот так вот ровной. Вот такая штукенция получается. Прибавим ей теперь объемчику немножко. Вот до таких наверное пор. вот так вот. И сделаем всему этому DYNAMESH. Поле F отключаем. Заходим в деформацию. Делаем немножко Polish. Чтоб помягче это все было. с помощью так. Ctrl Z. Давайте все это теперь объединим. Топтулы. Merge down. Так. Теперь с помощью ротации давайте немножко все это повернем. вот так вот. Наклоним немножко глаза. С помощью MOV чуть в бок уведем. И делаем опять же геометрии mirror and well. Вот такие прикольные глаза получаются у Вали. Теперь size уменьшаем. и подставляем. И подставляем. вот такой быстрый способ сделать глаза Вали. Вот такой быстрый способ сделать глаза Вали. то здесь уже надо делать именно фары. Смотрите. Ориентируйтесь на картинки. Делайте полностью проработку. И так далее. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok